Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях и даже очень официальных в новогоднем поздравлении часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то и так далее. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен. Давайте без лишней скромности. Все присутствующие здесь хорошо знают нашу историю. Ведь никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность без крови построить суверенное и независимое государство. И мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. Ибо будем, как это было всегда, как историк вам говорю, спотыкаться о собственное нытье, о собственное разглагольствование и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся народу на этой земле, почему у нас не получилось. Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса. Мы строим не только для себя. Мы строим для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть. Для своих детей мы строим это государство. Мне повезло быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и принять участие, главное, извините опять за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Я не оправдываюсь. Тем более никого не боюсь. Я просто хочу предупредить вас всех. Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева направо. И не дай Бог, неточный, неверный шаг, мы потеряем все. Надо прекратить всякие, не просто шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо просто прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет сдрадить и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет. Но не первый президент, который эту страну строил. Продолжение следует...